Доброе утро, дорогие друзья! 27 марта Росгвардия России отметит 4-летие. Сегодня у нас в студии начальник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Юбре, полковник полиции Евгений Федоткин. Евгений Владимирович, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, запланированы ли какие-то торжественные мероприятия 27-го числа? И ограничения по проведению мероприятий не повлияли ли на вашу службу? Ну, несомненно, мероприятия будут проводиться, потому что это наш праздник. И вот 4-я годовщина, если брать отчет от создания Росгвардии в Ханты-Мансийском округе, она, конечно, будет проходить, и это будет торжественное построение, это будет вынос знамени, это объявление приказов по ошлению личного состава, которые наиболее четко и правильно выполнили поставленные задачи, в том числе в условиях, сопряженных с риском для жизни. Конечно, мы уйдем от каких-то концертных мероприятий, немножко сменили формат в этом году. Опять же, я думаю, это не изменит общего состояния души, настроя личного состава и праздничного настроения. А как будут поощряться лучшие военнослужащие, сотрудники, в том числе и гражданский персонал, который проходит любую историю? Ну, это начиная от наград, ведомственных наград, заканчивая почетными грамотами, ну, где-то будут отмечены денежные премии. Два сотрудника войск национальной гвардии Ханты-Массийского округа удостоены ведомственных наград за спасение жизни людей. Это у нас совсем недавно в Нефтьевганске был случай, когда благодаря четко и решительным действиям сотрудников Нефтьевганске были спасены две жизни. И вот за это личный состав получит награды ведомственные. А второй человек, который получит награду, я думаю, что об этом тоже ведь... Как бы громко это ни звучало, но это своего рода подвиг. Конечно, это подвиг, это подвиг ежедневный. Во-первых, готовность каждого военнослужащего сотрудника совершить его, встать на защиту интересов человека, встать на защиту здоровья его жизни. Я думаю, любая награда, она близка к сердцу, потому что она выстрадана. Как бы вы охарактеризовали образ современного росгвардейца? Ну, прежде всего, это человек подготовленный, решительный, готов в любой момент встать на защиту как раз интересов нашей Родины, государства, гражданина, любого человека, которому она требуется. Ну и, соответственно, выполняющим все поставленные задачи по предназначению, которые подписаны на должной инструкции. Значит, на фотографиях можно посмотреть, насколько это интересно и даже захватывающе. А сложно ли стать росгвардейцем? И что для этого требуется? Ну, я, будучи ранее в должности своей, когда еще служил в спецподразделениях, в ОМОНе, я всегда говорил, что если человек стремится к этому, то он этого добьется. Несмотря на трудности, несмотря на какие-то завышенные требования, они все равно выполнимы. Все равно можно и нужно приходить к своей мечте, к своей цели и добиваться того, что ты перед собой поставил. Поэтому добро пожаловать. Любой молодой человек, любой человек, который хочет служить в войсках Росгвардии, либо это в спецподразделениях, либо в каких-то аналитических подразделениях, либо в госзащите, он, ну, я думаю, не с легкостью, но он соберется, выложится и сдаст все необходимые нормативы и тесты, и будет служить. Евгений Владимирович, а служба в армии обязательно для того, чтобы поступить на работу в Росгвардии? Так точно, обязательно, ну, за исключением, конечно, тех же подразделений бухгалтерии, там, кадровых, где у нас служат девчонки, хотя они тоже в погонах. Кстати, а как много, как много прекрасной половины человечества в Росгвардии? Ну, достаточно много, сейчас крайний 8 марта проходил, но управление осветилось красотой, потому что девчонки сняли форму зеленую, одели платье, ну, просто бы это было красиво. Радовали глаз? Красиво, да. Как развивается военно-патриотическое направление в нашем округе? Я думаю, что и Росгвардия ведь в этом принимает активное участие. Так точно, это одно из наших тоже направлений, за которое мы, ну, вкладываем все свои силы и желания. Мы патронажируем несколько классов, мы создаем учебные классы юный Росгвардеец, мы обеспечиваем лагерь подобных классов в каждом городе. Практически в большом городе есть? Практически, да. Где у нас есть наши подразделения, там мы участвуем в этом и создаем, функционируем, работаем с этими классами. Где-то может быть более эффективно, где у нас есть специальные подразделения в городах, там, конечно, это более наглядно, там это более, наверное, целенаправленно. Где малочисленные подразделения тоже в немец, охрана, лиц, шительные работы, там, конечно, ну, как можем. Но в любом случае работа эта ведется и она востребована? Совершенно верно, да. Евгений Владимирович, сейчас у вас есть возможность поздравить своих коллег на территории нашего округа и за его пределами с наступающим праздником. Да, пользуюсь случаем всех своих коллег, ветеранов, ветеранов войск Национальной гвардии, ветеранов внутренних войск, МВД, спецподразделения, которые вошли в состав Росгвардии. Поздравляю с этой датой, с четвертой годовщиной, ну, вообще у нас с 1811 года. То есть история-то велика. Да, история-то велика, это историческая преемственность тех подвигов, событий, которые были на счету внутренних войск, спецподразделения, МВД, НКВД, ну и так далее. И хочу пожелать, прежде всего, целеустремленности, также эффективно выполнять задачи по предназначению, быть всегда на страже закона, родины, личности государства. Ну что ж, мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем, чтобы каждый выход на дежурство, на службу заканчивался спокойно. Спасибо вам. Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо, честное. Спасибо.